всем салам из солнечного вечернего знойного летнего ташкента мы сейчас по локации находимся это улица асакя это недалеко от входа вот слева будет сейчас вход в центральный парк и бывший парк имени тельмана ну вот здесь вот как раз хотел вам показать проблему с парковками как раз к вечеру мы вот уезжали народ только собирался и вот с парковками вот такая вот жесть ну и показать вам ташкент на закате мы сейчас проедемся по центру города по новой улице через самаркан дарваза актепе и поедем в сторону фархадской челанзар ну вот мы сейчас едем как и раньше назвали президентской трасса у меня был один ролик где чуть не столкнулся с одной водительницы вот она как раз ехала вот по этой дороге а здесь вот обратите внимание стоит знак сейчас видно нету дали стоят сотрудники дпс обычно они всегда стоят здесь прямо никак нельзя ну и вот она там прямо и шла и чуть мы с ней не столкнулись ролик можете посмотреть мне на канал есть ну а мы сейчас выехали на улицу абдулла кадри сейчас выйдем на дархане на главную улицу мустакалик и дальше по улице оф россия или как шахрисапс шахрисапс да и далее по новой и вот так выглядит ташкент на закате жара еще не отступает следующей неделе обещали немножко похолодание 31 35 это у нас немножко градус снизится мы радуемся что немножко похолодает ну а здесь мы как раз повернем направо в сторону дархана вот под под мостом чуть дали и выйдем на большую дорогу ташкент прекрасен в любое время года и дня конечно днем видимость лучше вот он перед нами окай сити и во всей красе также вот московские дома на дархане ну и на закате тоже он очень прекрасно выглядит вы знаете золотой город все переливается золотым цветом ну а мы выехали на проспект мустакалик сейчас называется по-моему на закате едем в сторону сквера мира тимура но мы на шахрисапсе на где бывший детский мир повернем направо и поедем далее по улице альшера новаи вот она справа бывшее здание консерватории приезжал я много раз но в разное время суток вот так выглядит вечерний ташкент не вечернюю на закате так скажем немножко прохладно становится но не сильно прохладно становится вообще когда темно очень жарко погода можно сказать очень жаркая в ташкенте она продолжается жара немножко в следующей неделе спадет но дальше опять вроде вернется ну и вот мы сейчас едем вот напротив солнца видимость конечно не ахти но все-таки красиво справа это здание главпочтамта а слева вот эти вот бизнес-центр триллиант вот он уже в действии ну а мы сейчас подъехали к перекрестку с проспектом амира тимура бывшей Энгельсе и далее едем ну отсюда уже улица Новаи по-моему называется ну это воскресный вечер машин не так много выходные машины уменьшается поток ездить более приятно нежели в рабочие дни ну а сейчас мы так называемый шедевр проезжаем справа торговый центр такой комплекс еще вот интересное я увидел вот слева вот этот бизнес-центр что-то ее то ли реконструируют почему-то там уже идет какие-то работы хотя она недавно функционировала как раз в следующих роликах увидите я тоже буду уже с той стороны приезжать я тогда и заметил там ведутся какие-то работы непонятно раньше там долгострой стоял что-то не везет с этим зданием наверное вот сейчас тоже ведутся какие-то работы ну а мы подъезжаем так называемую урда здесь вот направо в сторону лапзаки бывший магазин спортивный динамо ну отсюда вот уже дорога обновленная улица новои она и до метру беруни полностью все сделано очень качественно здесь есть светофоры такое здесь вот умные светофоры оказывается я тоже заметил когда ездил по этой дороге обычно попадаешь в зеленую волну ну вот такая вот система будет внедряться по всему ташкенту ну не сразу конечно понемножку будем надеяться что все это делается к лучшему хотя вот если вот смотреть как сейчас вот по этой улице люди ездят водители то можно заметить что уже дисциплина намного улучшилась вождение культура вождения и это наблюдается по всему ташкенту ну а мы сейчас приезжаем проспект перекресток с улицы Абая слева вот эта вот бывшая ярмарка торговой ряды новоийская ну сейчас там мало магазинов все больше учебных заведений что здесь очень популярно языки компьютеры в общем айти и менеджмент все 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 становится популярным обучаться получать дипломы вот справа драматический театр бывшие театр хамза если я не ошибаюсь ну а мы подъезжаем площади хадра видите чтобы попасть на бывшую дружбу народов здесь вот такой вот развязка красиво сделали нежели было раньше вот такая вот красота друзья мы сейчас уже подъезжаем бывшему сумму гостинице москва медресе кукельдош этот перекресток тоже очень качественно сделали и как раз мы сейчас проедемся посмотрим вот видеть посередине такие вот аллеи сделал ну с посадка зеленью здесь такая площадь была большая вот такая вот удобная развязка ну вот пешеходы не соблюдает правила некоторые и водители есть такие же но понемногу все равно вот заметно что дисциплина улучшилось в Ташкенте ну а мы сейчас по улице Самарканд-Дарваза вот так она выглядит на закате очень красиво мы сейчас поедем прямо до АКТП тот перекресток где вот торговый центр Самарканд-Дарваза вот здесь тоже справа вот эти здания эти уже построились забор убрали немного облагородили уже более-менее стало здесь была всегда одна полоса вот ну а дальше вот заборы огородили жилой сектор частный как оно будет в будущем будем посмотреть здесь очень много старого строения будут ломать нет я не могу сказать но здесь дорога конечно же по сравнению с прошлым немножко вот шире стало удобно и понемножку Ташкент улучшается обещали как я уже говорил ближайшие 7 лет еще улучшить город Ташкент там посадить много деревьев а также все-все районы там выделили берет деньги чтобы все эти квартала все-все-все облагородили дороги парковки много говорят построить особенно в городе многоярусные не должны давно я об этом говорю потому что проблема парковки это головная боль ну а мы сейчас едем по Самарканд-Дарваза здесь тоже вот 12-этажный здание строится здесь вот уже построили смотрите прошлом году проезжал только начинали строить уже 12 этажей построили и мы подъезжаем ко второму кругу бывшему АКТП кругов уже нету эту развязку тоже обещали переделать но по-моему так и осталось на словах не знаю возьмутся за это дело или нет ну здесь никакие даже подготовительных работ не вини не замечено поэтому приходится вот выехать на ну Рафшан и разворачиваться чтобы попасть на улицу Лутви в сторону Фархадской вот так красиво выглядит Ташкент на закате ну а мы сейчас подъедем мост проедем к первую кругу бывшему АКТП и уже съедем на улицу Лутви как вы заметили дороги качественные ну нормально ездить можно таких ям не видно все латает вовремя вот как здесь можно заметить латают качественно технологии поменялись раньше асфальт закидывали и она через неделю второй уже обратно яма появлялась сейчас нет вот видите можно заметить как сейчас латают я заметил в Европе то же самое вот так вот по таким технологиям делают ну а вот слева вот эта мечеть еще не совсем готова почти уже готова косметические там остались наверное ну и дорога вот дорога в сторону Катартау там она вся разбита ну и сейчас мы подъедем перекрестку с улицы Чапаната и как раз можно будет увидеть там ведутся работы вот такие работы сейчас по городу очень много где вот трубы меняет наверно подготавливаются к зимнему периоду и в связи с этим вот в эту жару часто отключает свет и воду выключает и свет выключают вот видите вот такие вот работа ведутся и это приносит неудобства жителями гостям столицы также вот водителям но без этого тоже нельзя вот это отключение света вот это непонятно вот сколько в Европе жил никогда свет за эти более 20 лет ни разу свет не отключали ну а мы сейчас проезжали проехали перекресток Чапаната справа 14 квартал слева Г9А и вот так уже понемножку иллюминация включается и город становится более красивым уже знаете такой вот другой вид обретает ну а мы подъезжаем перекрестку Фархадский рынок ну здесь надо было заехать немножко в 13 квартал мы немножко оттуда проедем немножко внутри 13 квартала вот такой вот челанзар у нас зеленый деревьев много что немного улучшает климат не так жарко становится вот в новостройках где нет деревьев там сложно там очень-очень жарко температура большая но вот в таких вот районах температура все-таки поменьше ну на пару градусов меньше все равно и кислорода здесь больше поэтому вот эти все спальные районы где вот раньше вот эти деревья были сейчас они большие стали челазар там инсабад каракамыш карасу очень даже уютно жаль конечно что в многих местах деревьев срубают что есть хорошо ну а мы выезжаем на улицу фархадская район книжного магазина раньше прокат называли слева 23 квартал справа раньше был текстиль комбинат а до него еще здесь раньше была роща и мы там часто ходили пикники делать все ближайшие дома все туда на пикник ходили роща была очень классная кто помнит но сейчас все застроили но мы сейчас поворачиваем на улицу катта херман типа тут справа 21 квартал я его сколько показывал вот еще раз посмотрите очень классно сделали по периметру газоны и и тротуары вообще прекрасно сейчас тротуары делают слева 23 квартал работа ведутся вот слева видите он здесь тоже ведутся работы но мы сейчас немножко заедем 21 квартал там тоже внутри немножко сделали работу вот эти дороги тротуары вот эта часть уже была сделана вот вторая часть там все было разбито делать 3 4 5 а дома но сейчас там все сделали качественно и вот в конце ролика вы можете посмотреть как эта площадка сделана но на этом друзья всем спасибо здоровья счастье берегите себя до новых встреч пока друзья и 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